Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники канала Бляр ТВ Дорогие друзья, дорогие друзья, дорогие друзья От себя скажу, что это классическое абсолютно РТС Здесь строим здания, строим юниты, идем и воюем. Взято здесь понемногу со всех других РТС. Что-то есть из Старкрафта. Знаете, так по механике я бы сказал, тут много из Старкрафта. Но вот визуально и духовно очень много взято из CNC и в частности из генералов. Как показалось мне, я вот поиграл. Очень классно. Давайте сейчас посмотрим, что вообще здесь имеется. Это у нас главное меню. Мастерская Steam, новости обновления, играть, социальные медиа, описание обновлений. Хорошо, что в игру завезли, кстати, английский язык. Также жмем играть и здесь у нас появляется лобби. Можем играть компания, опять же, новости, автоподбор рейтинга. Тут можно 1-1, 2 на 2, 3 на 3. Пользовательская игра и создать лобби. То есть меню абсолютно простое. Очень все классно смотрится. Вот они, рейтинги идут здесь уже. Понемногу кто-то начинает играть. Ну и мы создадим лобби. Поставим бота. Я пока сыграл с легким ботом. Хочу сказать, что было достаточно непросто. Это была для меня первая игра. Я победил легкого бота. Но он напрягал. Он жестко напрягал. Давайте быстро пробежимся по фракциям. Здесь три фракции. Фракция Мировая Угроза. Ну, она именно так переведена. Это коалиция национальных правительств, пытающихся контролировать население и ресурсы планеты. Вот я это сопоставил что-то типа с Юсой в Генералах. Реально очень похоже. Потом идет Новый Предел. Эту фракцию я сопоставил, наверное, с Чайной. Ну, не знаю, насколько подходит. Но если выбирать из фракции Генералов, то очень похоже на это. Всемирный синдегат корпораций. Цель которого расширить пределы, возможно, для человечества. За счет разработки, внедрения и интеграции искусственного интеллекта на всех общественных уровнях. То есть, эти ребята топят, чтобы везде решал искусственный интеллект. Ну, и, наверное, пока моя такая самая любимая фракция. Это черный список Блэклист. Что-то типа Глават. Реально. Это частная военная компания, сражающая от имени угнетенок нации мира. Типа Global Liberation Army. На самом деле, очень интересная механика. Здесь у нас мы можем выбрать любого генерала. Вот три генерала из каждой фракции. Но мы будем по стандарту играть командующая Нерок. Нерок оснащена экипировкой призок, чтобы сбивать врага с толку. Она может и маскировать союзников и ослаблять противников, увеличив получаемый ими урон. Есть командующий Феникс. То есть, ну, чисто глашники. Реально партизаны. Вот прям видно. Я хочу за них сыграть. Также очень прикольная тема. Вы здесь выбираете набор юнитов на катку. То есть, мы можем из самой легкой пехоты Тир-1 взять либо пехота Бульдог, либо пехота Шакал. Нужно смотреть. Смотря что вы хотите, как хотите. Я возьму Бульдогов. Они против вражеской пехоты нормальные. Против техники дамажа. Ты против авиации. Здесь против техники и пехоты. Эти ребята идут воевать. То есть, она может атаковать только наземные юниты. Здесь можно и возраст атаковать. Вставляем Бульдога. Дальше идем. Лев. Потом огнеметный муравей огнеметной пехоты. И Мамба. Мамба, я так понимаю, это что-то типа снайперов. Но вот по картинке они могут маскироваться. Огнеметный муравей против пехоты, я думаю, очень хорош. Но, опять же, мы возьмем пехоту лев по стандарту. Потому что они могут еще атаковать воздушные цели. Пускай останется пока стандарт набор. Дальше. Идем к технике Тир-1. Уровня 1. Большой выбор. Это транспорт Гепард. Который сейчас у нас на вооружении. Транспорт Скоробей. Транспорт Ногоножка. И транспорт Скорпион. Я Гепардом и Скорпионом поиграл. Хочется отмечить, что Скорпион, он такой, что-то типа артиллерия. И бьет токсинами. Как Доктор Тракс. Даже значок, посмотрите. Очень похож. Я возьму его. Он мне очень понравился. Дальше. Юниту Тир-2. Транспорт Хамелеон. Он вражескую технику замедляет. Мы, наверное, возьмем Жука. Мне понравился Жук. Ой, не прочел, сори. Жук, 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 Жук. Почему Жук? Потому что он, скажем так, очень хорошо поджигает. Штурмовый автомобиль с огнеметом это. И мне это понравилось. Также есть Леопард. Хотя, слушайте, можно взять Леопарда. Он может маскироваться и по воздушным юнитам бить. Нет, я возьму все-таки на Ре Леопарда. Да. Потому что воздушные юниты здесь жесткие. А дальше. Так, погодите. А, все верно. Дальше. Тир-1 воздух. Стрекоза. Ну, это пилот. Оснащенный вот этими турбинами. Либо воздух Альбатрос. Но Альбатрос, он не воюет. Это просто юнит поддержки. Он может дропать и так далее. И есть автономный дром Саранча. Ищущий воздушные цели. Взрывающий их при столкновении. То есть, типа, что там, Камикадзе. Возьмем. Возьмем, кстати, Камикадзами по вою им. Интересно очень. Ну, он чисто против воздуха, этот юнит. Также. Тир-2 воздух. Либо мы берем Сокол. Тяжелый штурмовый вертолет, вооруженный ракетами. Можно улучшить, чтобы увеличить число ракет в залпе. Прион. Это штурмовый вертолет. То есть, не все штурмовые. Он с ракетами ЭМИ. Снижающая скорость врага и скорострельность его оружия. Можно улучшить, чтобы взрывы носили урон в конусе поражения. И Оса. Вертолет воздушного подавления, ослабляющий врага зарядами. Термит. Можно улучшить, чтобы получить маскировочное поле. Я по стандарту оставлю Сокола. Пока сыграем вот с таким набором. И последний это наземный юнит Тир-3. То есть, это единственный, кстати, юнит Тир-3. Все остальные там Тир-2. Крокодил-танк. На самом деле, жесткий транспорт. Он прям выжигает. Такой плазменной пушкой. Вот лазерная пушка у него соперника. Есть. Ой. Скат. Тяжелый штурмовый транспорт с мощной дальнобольной лазерной пушкой. Можно лучше, чтобы ненадолго поджигать пораженные цели. И мы можем, я так понимаю, еще добавить. Вместо Тир-3 наземки Тир-3 воздух. То есть, мы тут выбираем. Либо мы больше на воздух делаем акцент. Либо на технику. Очень прочный бомбардировщик. Запускающий взрывные дроны. Эффективен при атаке. Настроение и медленные цели. Я думаю, что мы возьмем, наверное, оставим крокодила. Я на нем играл по стандарту пока. Вот такой у нас будет набор. И добавляем бота. Ну, пускай это будет мировая угроза бот. Что ж, оставлю уровень средний. Единственное, что я лимит увеличу до 300. Все ресурсные лимиты я все увеличу. Ну, и карту возьму горы. Карта будет горы. Она мне понравилась. На самом деле, я думаю, что она будет такая самая одна из стандартных. Но эта карта реально классическая. Вот прям для РТС. Что ж, друзья, поехали. Буду вам показывать геймплей, механики. Как, что и к чему. Загружаемся. Мы в главном меню. Кстати, хочется отметить музыкальное сопровождение. Такое объемненькое. Мне очень нравится. Круто. Круто. На уши, скажем так. На уши действует. Так. Загружаемся. Загрузка идет. Подсказка. Отмена применения способностей. Так. Это у нас командный центр. Здесь, в принципе, я вам, наверное, ничего нового в плане РТСки не покажу. Потому что здесь чисто классический Старкрафт. У нас есть командный центр. У нас есть два вида ресурсов. Это топливо и минералы. И мы вот так вот рабочими добываем все это дело. Я сейчас сначала на топливо фул ребят здесь запущу. Я бы, кстати, наверное, даже немножко потише сделал бы в меню музычку. Секунду. Так. Опции звук. А почему у меня на стол? У меня, кстати, я выставлял звук меньше, но он почему-то пришел в обратное состояние сам по себе. Окей. Ладно. Игра как бы только выходит. Можно понять. Ну, вроде получше стало. Ладно, здесь меня не перебивало до этого. Так. 5-5. Давай. Одного рабочего сейчас создадим. Да, е-мое. Население недостаточно. Секунду, секунду, секунду. Здесь же есть лимит, поэтому мы... Нет, не казармы. Мы строим... Вот эти дома для населения. Причем, как... За пропуск в Старкрафте. Можно не достраивать, но надо строиться само. Давай еще поставим такой же дом. Все, идем добывать. Надеюсь, что бот прям быстро мне не будет лететь, убегать. Очень надеюсь. Армия призраков. Это типа что-то... Прижим маскировки все бойцы переходят. Интересная, кстати, обилочка. Но у нас генерал все-таки девчонка, которая любит стелс-технологии. Вот эти здания, кстати, может стелс-технологии. Это тоже интересно. Все, можем заказывать. Ну, давай сразу на минералы. На минералах здесь 25 тысяч максималка. Здесь 9 тысяч. Ну, тут как бы варза больше рабочих. Мы видим, что добывает эти минералы. Сразу говорю, что у меня графика стоит на самых высоких. Поэтому, в общем-то, так это все выглядит. Но похоже. Похоже механикой на старик. Стилистика такая, что-то среднее. Все, в принципе, понятно. Максимально. Так, сейчас. По ресурсам мы тут фул почти сделали. Я сейчас начну туда отстраивать казарму. Ну, пока бот не должен нападать. Как мне кажется. Окей, все, начинаем. Я даже буду хоткейм пользоваться. Ставим барак. Так. И, наверное, пойдем потихоньку на вторую базу. Сверху на нас не нападут. Здесь барьер. Ну, опять же, такая старкрафтовская база. Один проход. Так. Казарма у нас достраивается. Командный центр буду также переводить на тир 2. Сейчас достроится казарма. Мы сможем это сделать. Ага. Мы сможем после тир 2 строить уже военный завод. Здесь нужно поднимать эти тиры. Сделаем пехоты. Пока бульдоги. Пускай на охране там стоят. Самая простецкая пехота. Можно сделать им камуфляж грейд. И его юзать. Как обилочку. Они будут на месте стоять в стелсе. Но мы пока этого делать не будем. Накопим. Надо 500 минералов, чтобы поставить здесь новый командный центр. Ну и по совместительству сборщик ресурсов. Так. Ждем по этому. Не буду сейчас тратить. Там у нас уровень повышается. Скоро сможем строить военный завод. Но сначала предпочитаю вторую базу. Хочу прям интенсивненько на ресурсы прыгнуть. Так. Кирсов. Все, отлично ставим. Многие могут сказать. Блин, бляр. Что ты вообще здесь генералов-то увидел? Ну, попрошу вас подождать. Скоро пойдут. Ну, на самом деле, генералы это же стратеги, где максимально все понятно. То есть, танк, танк. Понятно, что делает танк. Пехоти. Никаких жуков, никаких магов нет. Вот в этой части мне очень понравилось. И сейчас реально будут танки. Некоторые юниты, которые очень похожи на юниты даже из генералов. Так. Ну, у нас строится эта штука. Мы теперь можем поставить военный завод. Я их размещу здесь, эти военные заводы. О, напал, смотрите. Напал. Сразу два War Factory, да. Здесь механика прикольная, как... Ну, как в том же StarCraft, как и Чув Эмпайрос. То есть, два здания на одну цифру. Там, три здания на одну цифру. Для спама. Очень классно. Сделано. Мне отправится. Отбились, да, там от. Отошел бот. Также на карте есть нейтральные такие, скажем так, сооружения. Вот эта фигня дает разведку. Большая карта открывается. Это у нас медпункты. То есть, если там стоять, техника будет ремонтироваться на этих медпунктах. Все. Отстроилась. Давай дальше. Добывать. Девать. А, нифига, слушай, там очень много пехот, что пошло. А я казарму не грейдил, чтобы у меня пацаны были круче. Но, 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 но. Я попробую быстренько поставить. А, нужна мастерская черного списка. Нужен, короче, технологический центр. Это вот здание. Нет, я вру. Вот, мастерская. Там очень много апгрейдов. У нас уже появляется Скорпион. Мы можем также сделать грейд. Газовые гранаты будут. Ого, он забежал куда? Ты че? Блин, так-то бьет. Так-то бьет. Ну, сейчас у нас выйдет танк. Пока я в лимит не упираюсь. Блин, долгое производство. Давай, 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 выходи. Найс, вышел. Они сейчас забацают их. А, я пробовал, делал... Ой, как хорошо. Ну, часто вот артиллерия такая. Как рокет-баги. Чисто рокет-баги. Классно. Закидали, просто закидали. Также сделаем апгрейд. Мы в военном заводе. Они еще и токсинами будут тоже закидывать. Снарядами отдельно. Ну, красиво задефали. У нас уже есть четыре такого типа юнита. Можно съездить танк-боту на базу, посмотреть вообще, че будет. Вот у нас лев выходит. Я бы, кстати... Так. Надо больше, 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 больше. Ресурсов. Пойдем, сгоняем, посмотрим, че там происходит. Бам, бам. Че не добили? Ну, просто разведочку сделаем. Медленные, правда, они какие-то. Но да ладно. Нам сейчас нужно... Эй... Покажу ему стелс, как работает. Что? Стоп. Неужели вся пехота убила мне ресурсы добытчиков? Что? Мне вся пехота убила ресурсы добытчиков, прикиньте. Но они картонный пипец эти танки. Офигеть, они пришли мне всех ресурсов. Я, ребят, просто сейчас страдаю. Я сижу теперь без весов. Офигеть. Че-то как-то я этого не ожидал. Ммм, да. Ладно, отошли. Оказывается, бот дал жесткий урон. Я даже не заметил сначала. Я думаю, че здесь никто нет. У меня тут не добывал никто. Они очень хрупкие, эти трактора. Они вроде бы как идут в ПВП в ближний бой, я смотрел. Но че-то там ничего особо такого не наносят. Ну и ХП у них очень мало. То есть их убить там в легкую. Этих сборщиков, этих ребят. Нам даже в Т3 сейчас не уйти. Просто ресурсов нафиг не хватает. Нам год подбил ресурсы. Найс. Так. Сюда давай. Я сейчас экономику восстановлю, потом буду спамить. Но я надеюсь, что он на нас не нападет. Просто если он сейчас на нас нападет, выйдет как больно, если на нас нападет. Я бы единственное, вот этих ребят сделал бы львов. Хорошая, очень мощная пехота. Такие с пулеметами. Плюс они против воздуха хорошо работают. А, ну вот он уже напал. Много пехоты. Но у нас тупо наши ребята здесь. Скорпионы или пульдоги. Скорпионы, да. Этот парень тоже. Дробовиков они лупят, они с пулеметом. Ну отбились, отбились. Пока бот нас чисто пехотой пытается дрючить. Так, что мы тут всех восстановили? Нет, конечно. Но восстанавливаем, окей. Окей. Сейчас будут ресурсы. Нам уже надо в тир-тыр переходить по-хорошему. Но как-то вот я со старта так не доглядел. Скажем так. Просто не доглядел. Потерял. Очень много. Это важно. Так бы сейчас у меня столько уже ресурсов было в две полноценные базы. Так. У нас уровень бота средний. И напоминаю, что он достаточно непростой. Так. Все ставим. Делаем апгрейд на тир-3. Мы сможем теперь и авиацию строить, и юниты на тир-3. Сделаем смелость апгрейд на этих ребят. Так. Еще. Еще юнитов. Можно, кстати, сделать грейд на завод, чтобы мы могли уже леопардов выпускать. Давайте. Так. Пока только на один завод. Да, пошло. 150 стоит. И 100 топлива. 150 минералов, 100 топлива. Но у нас сейчас все, фулл экономика идет, добыча пошла. Сейчас надо очень много спамить. Прям очень много спамить. Так. И добавить, наверное, здесь мы добавим пару казаров сейчас на базе. Так. 200 минералов, да, стоит? И... Так. Все, иди добывай. Все, иди добывайся. Все, иди добывайся. Все, иди добывайся. Вот отсюда будет пехота выходить. Так, что там, готов? А, у нас хранилище. Надо делать. Так. Я мастерскую ставил, но мне пока никаким грейдом мастерской не шло. Там грейдить было нечего, потому что денег нет. Все, отлично. А, у нас даже излишний здесь, да, тип? Вот у нас мастерская стоит. Что мы сейчас можем? Повышает урон, увеличивает запас прочности автотранспорта. Делаем. Повышает урон, увеличивает запас пехоты. Снимаем маскировку, временно наносим повышенный урон. Открывает способность армии признаков. Так, ладно, пока. Ой-ой-ой. А тут что-то жестче пришло. Леопарды, давай, леопарды. Ай, нифига нету. Ё-моё. Ё-моё. Просто сейчас бьют, бьют, бьют. Леопарды, давайте, вперед. Вы должны спасти. Просто пехоты ничего не сделают у меня, кажется. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я пропустил-ка. Ну что так долго леопарды делают? Наверное, жесткий должен быть. Слушай, нормально технику дамажит. Леопарды тащите, надо технику убить. Блин, да, тут попало по рабочим. Устанавливаем. Перебивайте пехоты. У меня казарму уничтожили, кстати. А, я не знаю, давить можно. Что, давить нельзя? Ишь, странно, окей. Давить нельзя, прикиньте. Они как-то против пехоты не очень, кстати. Как мне показалось. Так, вот эти ребята нужны. У меня ребята нужны. Он отступает. Пипец проблемненько было. Так вот будут тут нападать, и мне крышка просто. Давайте оборонительные вышки будем ставить. Это единственная наша оборона стационарная. Больше никак нет. Ход, кстати, задание стелс ушло. Так, Т-3, юниты. Давайте восстановим казармы. Без казарм, мне кажется, тут просто никуда. Поживи их, проапгрейдить сразу. Т-3 я не делал. А, сделал. Все, то есть мы сейчас сможем строить и вертолетные площадки. Да, да, пойдемте-ка ставить. Вертолетные площадки. Так. Сразу. А, все. Что они с грейд? Стоп. А, они еще не достроились, я понял. Сразу грейды. Заказываем и там, и там. Так, вертолетная площадка. Еще одна. Все, найс. И пойдем в следующее поле попробуем пройти. Не знаю, сколько у меня это получится сделать. Так, ну вот я не могу все еще. Тир-3 юнит, у нас топлива просто не хватает. А там для них, между прочим, можно сделать, открывать способность ожог. Давайте, сначала я их закажу. Так, у нас вот такая смесь небольшая есть. Проапгрейдить можно вышку. Так, и воздух сейчас быстрее достроится. Камуфляж не буду нафиг учить. Не вижу пока в нем смысла. Там для, для, это для начальной тир-1 пехоты. Здесь отстроить базу бы сейчас так. 500. Угу. Попробуем. Чинут причем такой, юсовский какой-то. Сбрасывает здание. У нас появляются татихи, камикадзе. Грейд. Последний заряд для, раскрывает способность, последний заряд. Временно повышает ускорение, скорость на 7 урон. Давай, сделаем сразу. Надо повысить тир. Филдо, чтобы мы могли делать соколы. Штурмовики. Блин, в грейды очень много упирается. Без грейдов, конечно, никуда. Топлива не хватает. Вот с топливом здесь всегда проблема. Надо сейчас там, на третьем ресурснике, будет топливо активненько добывать. Сюда сразу. Так, все делаем. Фух, сейчас он массивно, если нападет, ох, мне будет. Он уже пошел в атаку, ребят. Так, вот эти у нас дальнобольные юниты. Токсины есть. Сюда забрасывать. Вот у нас тир-1 юнит, танк надо мощнее бить. Все, токсинами забрасывают. Найс. Тоже токсичками. Главное, очень аккуратно защищаться. Слушай, перебиваем. Перебиваем. Что-то запутался у нас. Да, пехоту все затоксинили. Он не знает, где проехать, парень. Вот он жгет, как... Очень круто жгет. Все, танк сразу сжегся. Штурмует пехота. Давайте сразу сделаем град-ракет апгрейд. Для соколов. Отбили эту атаку. Найс. Получилось. Отлично. База слева готова. Идем сразу в топливо. Формить. Мне не хватает топлива. Отбились, причем, с очень маленькими потерями. Так, открывает способность ожог. Сделаем. Открывает способность... Леопарда, может быть, маскировать. Маскировать. Это хорошо. Будем маскировать леопарды. Так. Так, в принципе, по грейдам. Но вот единственное, что тут дальше можно приедать. Танки повышают. Еще урон. И увеличивает запас прочности автотранспорта. Надо сейчас это делать. То есть у нас будут мощнее юниты. Все. Это ластовый самый был для техники. Техника будет мощненькая. А сейчас нужно будет, конечно, на воздух то же самое провернуть. Сюда пускай воздух вылетает. Там у нас сейчас первый его вертолет вылетит. Можно попробовать такого парня тоже сделать. Сейчас хочу по грейдам пройтись. Так, делаем. Ага, грейд. Причем только один есть на воздух. А вот на пехоту мы можем еще сделать. 200 топлива надо. Блин, как же. Вот много, много минералов я заметил. Но топлива катастрофически не хватает. Потому что вся тяжелая техника требует топлива. Постройка зданий топлива не требует. Потом постройка рабочих топлива не требует. Постройка пехоты топлива не требует. А вот все остальное, конечно, требует топлива. Это вот эти вот наши мощные юниты. Давайте вертолетов. О, вышел наш штурмовик. Так, делаем еще больше сейчас. Дел. Вот здесь сейчас максимум. А! Все, у нас лимит, я понял. У нас лимитик. Идем, 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 идем. Очень удобно, кстати, сделали хаткей. Мне нравится. Так. Сразу плотничком настроить. Здесь можно. У нас как бы лимит 300 стоит в игре. Все, найс. Отправляем назад добывать. Так, я хочу больше воздуха. Давай, сделаем грейд на пехоту. Окей. Здесь, что у нас осталось? Снимаем маскировку. Время наносит повышенный урон пехота. Открывает способность армия признаков для базы. Все войска недолго переходят в режим невидимости. О! Это вот способность нашей командирши, если не ошибаюсь, да? Топлива много требует грейд, но мы его сделаем. Мы его сделаем. Классно. Да, вот, надо этот грейд открыть. Надо этот грейд открыть. Но здесь, я не знаю, есть смысл вообще второй кц повышать? Вроде больше ресурсов-то оно не несет. Хотя... Но тут больше как-то... Не знаю, может он как больше складирует. Давайте сделаем грейд. Может все-таки несет больше ресурсов. Так, здесь у нас что? Еще четыре. Сейчас бот, я думаю, прям подготавливает. Надо больше юнитов в тир-3 сделать. Больше. Вот камикадзе-дрон. А пойдем мы им разведку проведем этим камикадзе-дроном. Посмотрим еще, что где происходит. Сейчас хочу подспамить больше юнитов в тир-3. Но топлива, просто топлива не хватает для этого. Так, давайте откроем. А, самолет воздушный... Нет, открывает воздушный юнит. Опа. Сейчас будем делать. Я надеюсь, что это будет больше ресурсов давать. Честно не знаю, но я на это надеюсь. Это у меня с ресурсами беда просто. У меня много минералов, но... Ну, у меня тупо нету топлива, блин. Роджер, это. Так, ну пока окей. Давай в центре, мы хотя бы все видим. Больше этих юнитов. Вертолетиков хочется. Хочу прям масс вертолетов. Хочу масс всего, но вот... У нас есть, конечно, ограничения по ресурсам. Если вам, ребят, нравится... Игруля. Причем, вот реально юниты выглядят классно. То есть, блин, человеческие нормальные юниты. Вот я вот как новичок, но я уже все понимаю. К зданиям просто привыкнуть и все. Если вам понравится этот ролик, то пишите об этом комментарии обязательно. Я тогда покажу вам геймплей других фракций. Посмотрим, что у них и как у них. У нас есть еще четвертая поляна здесь. Но она далековато прям от нас. О, посмотрите, пошла атака. Ну-ка, давай врежемся. А, он штоковоздушный умеет врезаться. Он пошел на левую базу. Все, я вижу. Он пошел на левую базу. Нас не обмануть. Мы идем дефать левую базу. Вот он, да-да-да-да-да, идет. Бьем, говно это. А вы можете токсинами ударить. Чтоб пехоту побить. Еще больше вертолет. Хочу прям вертолет на армию. Нормально, мне нравится. У нас Скорпионы вообще шедеврально действуют. Арта просто великолепна. Пехота там кладется на раз-два. Что он там подзбил? Не, не подзбил ресурсы. И танк выжигает. Бот просто все теряет. Очень хороший микс юнитов. Я сейчас туда больше, больше, больше воздуха. Топлива прям не хватает. Давайте тоже сейчас проапгрейдим. Да нет, что-то как-то нифига. Я не пойму, я конечно ничего не дает. Здоровье и урон возрастают с каждым уровнем. Новые возможности производства. Не, он не дает больше ресурсов. Нет смысла третий раз грейдить, короче, понятно. Нету смысла. Есть смысл еще все-таки одну базу забрать. Так, отнеси ресурс. Попробовать вот эту базу. Мне кажется, бот туда и нападать будет, но надо ее будет защищать. Мы пока хорошо защищаемся. Не знаю, правильно я делаю. Но у меня очень много штурмовых. Ребят здесь очень много. Надеюсь, они будут тащить. Денег, блин. Ресурсов реально куча, но топлива, топлива, топлива нету прямо. Строить не хочу, а топлива нету. Топливом большие у нас проблемы. Давайте сразу запас... Ой, вообще нажал. А, ну окей, ладно. Там построится. Я хочу сразу сделать запас лимита. Так, тима юнит еще тир-3. Пехота мало топлива требует. Пехоту можно побольше давать. И сейчас мы побольше складов сделаем. Вот этих домиков, или как это правильно назвать. Здесь они называются... Ну, типа ящик с припасами. Грубо говоря. То есть у них пофигу, где там жить юнитом. Им главное, что припасы были для юнитов. И вот типа это не дает лимит. Прям массово сбрасывают. Классно прям. Ну я там уже его на 200 плюс наделал. Давайте сразу лимит на 300 фиганем. Мне кажется, смысл будет. Так, а вот этим парнем назад на разведку сюда идем. Чтоб и нет. Я тогда очень качественно спалил вражескую атаку. А, все, лимит 300 окей. Все, все, все. Их больше не надо строить. Так, ну давай, вот сюда. Пачку собираем. Так, здесь у нас готово. Топливо. Все, идем добывать топливо. Топливо прям вот... Офигеть, как не хватает. Давай, больше скорпионов хочу дать. Они очень мало топлива, во-первых, забирают. Очень мало топлива забирают. И они очень хорошо работают издали. Мне прям нравится. Еще с этими грейдами так вообще круто. Так, у нас какие-то грейд остались с технологией. О! Уровень 3 грейд есть. Ё-моё. Это вообще нить. Я думал, что все, а нет. Здесь еще можно повысить. Классно. А, у нас сейчас только грейд для призраков делает. Ё-моё. Долго, да, долго грейдит. Сейчас это делаем. Опять с топливом большие проблемы. Опять с топливом у нас, блин. Ладно. У меня 4 сейчас топливных базы, можно сказать, добываются. 4. А вот здесь одного не хватает. И как бы с топливом такие проблемы. Офигеть. Ну, юниты, вот допустим, этот вертолет 150 топлива. Это 200 топлива требует. Ну, конечно, там, когда по 200 топлива, блин. Но это юниты Тир-3. Так что, где-то падает. Стоп, он на ту базу на верхний пошел. Одним юнитом? Что? Это что? А-а-а! Ё-моё. Не идем защищаться. Тазел. Все, атакуем через автоатаку. Зажигаем это говно. Так, я смогу починить. Чини. Закидываем просто их, закидываем. Отходит, зараза. Обосрался. А пойдем в контратаку. Может быть, у него там док базы есть. Он сейчас очень много всего теряет. Сейчас отхилим войска здесь как раз. Ого, у него рабочие здесь. Ого, он тут застраивается прям. Фу, что такое непредненькое. А-а-а! У него... Устретили базу. Так все, братан. Хватит. Вот они типа пытаются меня так вот... Но они картонные эти рабочие прям. Все, забираем эту базу. Идем дальше. Блин, радует, что фпс все стабильно. И вообще круто. Но у нас там лимит 3 точно. Как бы, поиск, конечно, за жопа. Идем дальше проносить. Где моя армия вертолетов? Облетаем на другую базу. Посмотрим, что там. Он тут будет отчаянно, конечно, защищаться. Но бот пытается ресурсом лутать. Посмотрим, что там снизу сейчас будет. Теперь у меня есть желание прям на харде поиграть. Ать. Ага, тут пушечки. У нас жесткий. У нас... Ой, вертолет тут-то еще лутит. Но он тут ничего такого. А давай в тылу залетим пока там. Порубаем. У него противотанковая оборона, я так понял. Взятая вообще, наверное, из-за 2. Ха-ха-ха. Прикольно. Так. Все ломаем. Пехоты много. Пехоты надо ломать. Пехоту ломать. Давай сразу командный центр сломаем. Все, это конец. А ничего, они не бьют. И тут так хилят его. Офигеть. А, все, джи-джи. Здесь, когда вы выносите все командные центры, то автолус идет. Поэтому не надо тут до последнего здания добивать и все такое. Просто нужно все командные центры выбить. И нам дали второй уровень аккаунта. Что ж, давайте посмотрим, подведем итоги. Счет за бой у меня меньше, чем у бота. Но это за счет собранной экономики. 50 тысяч, 60 тысяч. Экономика тут дает счет жесткий. Дальше. Бой. Обучено бойцов. У меня больше. 173 на 136. Уничтожил больше. Сожжено строение больше. Вот по экономике. У него рабочих 74, у меня 44. Но у меня не было переизбытков, в принципе. У меня все нормально было. Больше зданий сделал бот. Но у него, я не знаю, там, в принципе, сооружение считается за здание. Добыто топливо у него побольше. Побольше собрано материалов. Ну, тут причем небольшая разница по строительству графики. По материалам, причем пипец у меня. Посмотрите, как обошел. Насколько он больше добывал. Вот у него здесь 7800, а у меня 1100. 10 тысяч. 1300. Что? Как так-то? Фига у меня там опережал-то 21? 5000. Нифига себе разница, блин. По топливу тоже опередит. По населению. Ну, я по населению тут. Фух. Ну, что ж, друзья. Такая вот интересная стратежка. Ничего сложного нету. Фракции все человеческие. Все максимально понятно. Пехотинец там, вертолет, самолет, танк. И это круто. Это круто, потому что многие поклонники генералов любят, когда все понятно. Нет никаких там эльфов, магов. Всякого такого. По графике мне все нравится. Нет никакого вырви глаз. То есть, возможно, там что-то по балансу, что-то по геймплею. Но я думаю, что разрабы будут очень много и долго это обновлять, если игра обретет популярность. Сервера есть. Буду, может быть, проводить еще стримчики по этой игре. Как зайдет опять же людям. Ну, классно. Мне понравилось. Игра неплохая. Ну, а вы оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если хотите видеть больше эту игру, будем знать, что ее больше снимать. Не забывайте про группу ВКонтакте. И Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok